Между двумя соседними государствами может начаться война. Уже несколько дней на границе Армении и Азербайджана разгорается военный конфликт, унося жизни как военнослужащих, так и мирного населения. Власти Азербайджана утверждают, что во время военных действий были ранены и убиты 550 армянских солдат. В Армении заявили о 200 убитых азербайджанцах. Обе стороны опровергают данные друг друга. В таких конфликтах обычно количество жертв с противоположной стороны всегда преувеличивается. И делают для того, чтобы та сторона, которая увеличивает количество жертв, она демонстрирует свое преимущество над той стороной, которая эти жертвы понесла. То есть создается иллюзия, что за счет вот этого количества понесенных потерь какая-то из сторон одерживает преимущество другой стороны. Нагорно-Карабахская автономная область стала предметом споров между Арменией и Азербайджаном еще в 1988 году. В 1991 году была создана непризнанная Нагорно-Карабахская республика, объявившая о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над автономной областью и семью, прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция. На данный момент военные положения введены как в Армении, так и на некоторых приграничных территориях Азербайджана. Армия Азербайджана находится в предельно боеготовом состоянии. Никакого дополнительного военного положения всеобщего не требуется, всеобщая мобилизация не требуется. Мы не можем сказать о том, что Армения находится в худшем военном положении, но еще раз говорю, все-таки факт введения всеобщей мобилизации говорит о том, что это действительно чрезвычайная ситуация. Пока что официальной войны друг другу никто не объявлял. По словам экспертов, если такой сценарий все же случится, то последствия станут неблагоприятными для обеих стран. За ситуацией на границе Армении с Азербайджаном наблюдает весь мир. Многие страны, включая Россию, настойчиво рекомендуют обеим странам сеть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт. Для пограничных государств, включая Россию, этот конфликт крайне опасен. И задача России, как правильно сейчас заявил президент Путин и министр Анатолий Лавров, это любыми путями добиться мирного решения конфликта. Неясно, куда приведут события, разворачивающиеся в Нагорном Карабахе. Ясно только одно, что странам нужно как можно скорее урегулировать конфликт, чтобы избежать дальнейших смертей. Лев Диденко, Универ, Ньюс.